Получить путевку в детский сад на протяжении долгих лет было очень тяжело, а иногда и невозможно. Очереди были настолько велики, что порой ребенок в школу пошел, а в дошкольном учреждении так и не побывал. В последнее время ситуация сдвинулась с мертвой точки. Инвесторы, приходя в район, обязаны строить социальные объекты – детские сады и школы в первую очередь. На одном из таких объектов в еще не заселенном микрорайоне побывала наша съемочная группа. Город Видный растет и развивается. Строительство новых микрорайонов показывает, что инвесторы охотно приходят в район, и количество сданных квадратных метров увеличивается день ото дня. Но администрация Ленинского района предъявляет жесткие требования. Вместе с жилой площадью застройщик обязан строить и социальные объекты. Есть задача – в 2015 году избавиться от такого понятия, как очередь в детский сад. В новом жилом комплексе «Завидное» вместе с возведением жилых этажей строители не забывают и о социальных объектах. Ну вот вы сами видите, на данный момент у нас два этажа в монолитии уже идет. Да, то есть вообще по плану у нас в ноябрь месяц мы должны кирпичную кладку уже закончить. Соответственно, в зиму должны войти уже на наделочные работы. По заверению строителей, ввод в эксплуатацию нового детского сада намечен на июнь 2014 года. И он будет отвечать всем современным требованиям. Это у нас детское дошкольное учреждение на 140 мест, 7 групп. Значит, срок сдачи данного объекта у нас июнь 2014 года. На территории находятся площадки детские, веранды. Ну, все, что… свое ограждение полностью. Ну, все, что предусмотрено для детских садов. Хочется надеяться, что строители сдержат свое слово. И задачи, поставленные губернатором Московской области о ликвидации очередей в детские сады, будет успешно реализована в Ленинском районе. Также стоит отметить, что уже совсем скоро здесь начнется строительство новой школы. Олег Федоров, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова